Глава города Константин Шестаков выступил с отчетом перед депутатами Думы Владивостока. Избранному только в этом году мэру нужно было подвести итоги прошлого года за предшественника Олега Гуменика. По итогам года общий объем доходов в бюджет составил 21,1 миллиарда рублей или 96% к плановым назначениям, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 9,7 миллиарда и по безвозмездным поступлениям 11,4 миллиарда рублей. Хотел бы отметить, что принятие бюджета объем доходов планировался на уровне 16,4 миллиарда. На средства бюджета были реализованы мероприятия 21 муниципальной программы. Наиболее важными итогами деятельности администрации Владивостока Константин Шестаков назвал ввод в эксплуатацию детского сада на улице Маковского, завершение ремонтных работ в школе номер 55, ремонт улиц Крыгина, Сабанеева, Коплунова, Монтажной, Казанская, Успенской, приобретение шести модульных механизированных парковочных систем, капитальный ремонт и благоустройство 13 общественных территорий. Успешно проведены работы в 11-17 дворах. Это стало возможным благодаря программе «Тысяча дворов». Они остановились в том числе и в наших планах на 2022 год. Это, на мой взгляд, будет одним из самых значимых направлений по благоустройству в рамках будущего года. 101 молодая семья Владивостока и 18 детей-сирот получили новое жилье. Хочу отметить, что по итогам 2020 года в Владивостоке введено в строй 305 тысяч квадратных метров жилья. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Глава города рассказал и о предварительных результатах деятельности новой команды в текущем году, а также планах на 2022. Коснулся системных проблем образования и отметил, что город старается их решить в меру собственных сил и компетенций. Если говорить о состоянии дорог в городе, то в 2021 отремонтировано 17 километров. И важнейшим направлением для нормального функционирования города является состояние тепловых сетей. Мне бы очень хотелось, чтобы вы тоже были вовлечены в эту работу. Для нас вот эти три позиции – это концессия по общественному транспорту, концессия по сетям ТЭКа и концессия по нашим школам – это будет приоритет будущего года. Мне бы очень хотелось, чтобы совместными усилиями мы этот вопрос закрыли. Это вот то, с чем мы должны тотально завершить работу до конца весны будущего года. Также в предстоящем году Владивосток ждет несколько международных мероприятий – спортивные игры «Дети Азии», «Тигрины Саммит», «Восточный экономический форум», а также чемпионат мира по карате. По словам главы администрации, это вызов для городской инфраструктуры и возможность показать готовность к организации массовых мероприятий, которые будут привлекать гостей, бизнес и ресурсы для развития города. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.